девчат привет жарко у нас очень жарко окошки все открыты поэтому если какие-то звуки потусторонние будут мешать не обращайте внимание девчонки смотрите сегодня очень очень хочу рассказать о таком очень очень важном важном моменте особенно для новичков это очень важный момент смотрите когда вы приходите в бизнес в интернете вы почему-то думаете очень многие думают что это не серьезно это не работа очень многие пишут когда вот проводишь собеседование да очень многие пишут это не работа разве это работа знаете как сказать за эту работу платят большие деньги очень большие начиная с директорских уровней за эту работу платят очень большие деньги начиная от 100 тысяч и выше рублей от 100 тысяч рублей в месяц и выше как вы считаете если это не работа если это не серьезно, если это так шаляй-валяй, если тут можно не работать, вам будут такие деньги платить? 100 тысяч примерно, допустим, в среднем. То есть мы все приходим сюда, мы все стремимся примерно вот к этой сумме. Эту сумму можно поначать получать уже очень быстро. Но для этого надо работать. Я своим всегда говорю, когда провожу собеседование, что нужно работать. Работать надо много. Работа несложная. Вагоны мы не разгружаем, землю мы не копаем, камни мы не переносим. Но работать надо много. Работа монотонная, вот знаете, как на конвейере, как на фабрике. Перебираешь, перебираешь, перебираешь. Но важен результат. Нам платят по факту, нам платят за выполненную работу. Нам никто не платит за то, что мы привели новичка. Или, например, вы зарегистрировались в проект, вам никто за это не заплатит. Вы когда на работу, давайте на примере расскажу. Вы когда, например, приходите на работу по найму. Допустим. Вы устраиваетесь на работу. Вы туда пришли. Вам что, сразу деньги платят? Нет, конечно. Вы должны сначала работать. Хорошо, если вы уже специалист в этой области. Ну, куда вы пришли. Допустим. А если вы пришли на какую-то новую работу? Посмотрите, сейчас такое творится, что меняем, меняем, меняем места работы. Ищем, где лучше. Ищем, где больше платят. Ищем, где начальник адекватный. Ну и так далее. Очень много факторов. Если возможно сесть, люди просто бегают с работы, на работу меняют, потому что ищут. Ищут что-то более денежное. Ищут что-то более выгодное. Вы пришли на работу по найму. Вам никто сразу не заплатит. Вам надо минимум месяц проработать. А то бывает, что если работа новая какая-то и требует определенной квалификации, определенных навыков, вам нужно там проработать. Ну, сначала научиться. Сначала пройти какое-то обучение. Скорее всего, за это обучение вы будете платить сами. Смотрите, вам нужно одеться, вам нужно обуться, вам нужна девочкам там прическа, вам нужно макияж, вам нужна какая-то, не знаю, там сумочка элементарная, вам какие-то духи нужны, да, вам нужен, если в компании дресс-код, это вообще там, сами понимаете, да, белый верх, темный низ и так далее, это рубашки летом, они вообще летят. Вам надо деньги, чтобы доехать туда, либо на транспорте, либо деньги на бензин, то есть однозначно на дорогу деньги нужны. Вам нужно там пообедать. Вот смотрите, сколько вы вкладываете в себя при устройстве, когда вы устраиваетесь на работу по найму. В принципе, вы всего этого могли бы избежать. Именно вот этих трат вы могли бы избежать. Вот, допустим, зачем бы вам нужен был белый верх, темный низ, если бы вы сидели дома? Ну, к примеру, зачем? Зачем? Зачем вам дома нужна такая работа, одежда? Дома у вас, вы как-то, все равно у вас наварено дома все, и вам не надо никуда ехать. То есть вы бы очень много денег сэкономили. Очень много, если бы вы, например, не устраивались на работу по найму. Вот это, я считаю, вложения. Вложения, которые могут не окупиться. Потому что вы можете, если там нужно обучение, допустим, вы, как правило, за это обучение платите сами. Вы проходите медкомиссию, вы платите сами. Да, потом, когда вас уже точно берут на работу, когда вы точно там уже становитесь квалифицированным специалистом, когда там смотрят на вас, и вы подходите, вы подходите по всем параметрам. Вас взяли на работу, да, вам потом это все вернут, там медкомиссию вернут, там деньги за обучение. Но сначала-то вам надо вложить. Правильно? Почему, когда вы приходите на работу в интернете, на удаленную работу, почему вы начинаете все возмущаться? Ну, не все, конечно, но основная масса. Я говорю тем, кто вот... Многие начинают возмущаться. Говорят, о, здесь вложения нужны. Так они везде нужны вложения. Везде. А какие у нас здесь вложения? Купить себе шампунь, зубную пасту, и зубную щетку, и какую-то помадку, тушь, которым вы и так пользуетесь. Вы и так этим пользуетесь. Вы все равно это вложите. Вы же не приходите, например, в супермаркет, покупаете там, например, шампунь, ну, вот это все мыльно-рыльное, там, да, допустим, пришли, купили, такие, ай, как же я в вашем магазине вложилась. Вы хоть раз так продавцу сказали? А почему вы говорите все время здесь? Здесь нужны вложения. Вложения нужны. Нужно вкладывать свое время, свои силы нужно вкладывать. Нужно вкладывать, нужно ведь желание какое-то, да, элементарное. Смотрите, вот на работе по найму опять же вернемся. Вы приходите, вы устраиваетесь на работу, вам нужно выйти на работу завтра, а вы хоп и не выходите. Ну, вы не пошли. Ой, я не могу, я сегодня на работе. На другой, допустим, вы на дополнительную устраивались, да? Я не могу, я на работе сегодня. Ой, вы знаете, лето, я на пляже. Ой, у меня не получается, не получается прийти. У меня, ну, куча причин, девчонки, да? Ой, я не смогла, у меня нет времени. Ой, вы знаете, я там, у меня дома куча дел. У меня дети, у меня муж, у меня там животные, да? У меня огород, у меня дача. Там и так далее. Очень много причин, да? Очень много у нас причин, чтобы ничего не делать на работе в интернете. Почему вы это так воспринимаете? Непонятно. Когда вы приходите на работу по найму, вы устроились на работу по найму, на дополнительную работу. И вы не пришли на работу утром. Но там же есть ваш телефон, да? Вам, например, ваш куратор, то есть кто-то там, человек, который там, мастер ваш на рабочем месте, ваш куратор там и так далее, вам звонит и говорит, вот почему он на работу не вышел. И начинающий ему говорит, ой, ты знаешь, вот у меня то, что вам скажут? Вы уволены, так? Вас никто не будет там терпеть. Вы поймите, что работа в интернете это такая же точная работа, так и работа по найму. Только здесь вы сам себе начальник. Здесь вас уволить никто не может, кроме вас самих. Вы придете, в определенное время будете висеть в системе, просто висеть. Вашу работу за вас не сделает никто. Ваш куратор, ваш спонсор вам поможет. Он поможет, он будет рядом, он все подскажет, он объяснит, если вы будете задавать вопросы, если вы будете спрашивать, если вы будете интересоваться, если вы будете элементарно смотреть те видео, которые вам дают. Вам дали ролик посмотреть. Вы его посмотрите, задайте вопросы. Или напишите, я посмотрела. Я посмотрела, я все поняла. Давай дальше, что делать дальше. Так что, ребята, это очень важно. На самом деле, работа в интернете – это очень важно. Это новый вид бизнеса. Это бизнес антикризисный. Сетевой маркетинг сейчас практически весь перешел в интернет работать. И, пожалуйста, не путайте. Сетевой маркетинг и продажи – это абсолютно разные вещи. Бегать с сумками, полные сумки товара, бегать по организациям, раздавать каталоги и предлагать ту продукцию, которая у вас в сумках – это не сетевой маркетинг, это продажи. Понимаете, это продажи. А мы работаем в сети, мы работаем в интернете, мы находимся в разных городах. Мы разбросаны по всей стране и по всему миру. Мы работаем в интернете, мы работаем с людьми. Мы создаем организации. И у нас можно работать без продаж. У нас элементарно – пользуйся сам и все. И все. Вы покупайте в аптеке витамины, купите их у себя. Вам компания дарит личный интернет-магазин при вашей регистрации. Просто, бесплатно вам дарится интернет-магазин. Ваш личный. Вы сейчас все умеете пользоваться интернет-магазинами. Алиэкспресс, пожалуйста, самый популярный интернет-магазин. Пожалуйста. Вы же все там… Бонприкс, пожалуйста, всегда выскакивает во всех соцсетях. Слева всегда там, как реклама, выскакивает Бонприкс. Нажали, походили, зарегистрировали, заказали, вам привезли. Что сложного? Здесь то же самое. То же самое. Только здесь мы берем продукцию, которая нам нужна каждый день. Вот скажите, что будут люди всегда покупать при любом раскладе, как бы тяжело человеку ни жилось. Что будут покупать люди прежде всего? Продукты. Даже если, вы знаете, у человека вообще нет денег. То есть вообще. То есть вот прямо по минимуму. Человек всегда будет покупать продукты, лекарства и средства личной гигиены. То есть человек всегда купит зубную пасту, мыло и шампунь. Согласитесь? Всегда. Мы всегда будем мыть голову и чистить зубки. Правильно? Так вот мыть голову и чистить зубки – это к нам. Лекарства, если мы будем принимать витамины, это тоже к нам. Понимаете? У нас такая продукция, которая нужна всегда. Компания с 50-летним стажем. Все очень серьезно на самом деле. Это не шарашкина контора, это никакое не баловство. Никто вас здесь не обманет. Потому что вы устраиваетесь напрямую в компанию, на работу. И продукцию вы покупаете напрямую в компании. Если ваш куратор вас приглашает на работу, то продукцию вы покупаете не у него. Понимаете? У нас просто построение такое. Построение структуры у нас такое, оно взаимовыгодное. А каждый из нас напрямую устроен в компанию на работу. И каждый из нас напрямую из компании без посредников получает продукцию. И никто не говорит, что в Арифлейм продукция дешевая. Никто этого никогда не говорил. В Арифлейм продукция очень дорогая. Она очень качественная. Вы погуглите, что такое Швеция. Это шведская компания. Швеция – это самая экологически чистая страна в мире. В Швеции в любом водоеме можно кружечкой воду зачерпнуть и пить. Где сейчас в мире такое может быть? По пальцам такие страны можно сосчитать. Как вы думаете, такой стране можно доверять? Я считаю, что можно. И когда мне говорят, ой, ты знаешь, здесь очень дорого все. Я вот там-то купила, там-то вот. И оно вот мне там за копейки обошлось. Естественно, за копейки. Само собой. На китайском рынке еще дешевле все стоит. Когда оно сварено в гараже и там, допустим, на коленке и замешано в этих бочках грязных. Почему нет-то? Конечно, можно еще дешевле где-то купить. Но это каждый делает свой выбор сам. Понимаете? А на самом деле продукция Арифлейм очень дорогая. Она очень качественная. И мы покупаем здесь, работая в этой компании, мы эту продукцию, дорогущую и качественную, мы покупаем практически за копейки. Потому что мы умеем это делать и мы вас научим это делать. И для вас покупка средств личной гигиены, создания личного табора оборота превратится просто в удовольствие. Мы не берем здесь за сумасшедшие деньги, как это стоит по каталогу. Мы не берем. Мы знаем, как сделать так, чтобы взять это гораздо дешевле. У нас существуют акции, подарки, распродажи. Вы просто должны в это вникнуть. Вы просто должны открыться, прийти к нам. Открыться нам. И поверить. Мы же за эти деньги с вас не берем. Мы вам расскажем это бесплатно. Мы вам информацию даем бесплатно. Но научить работать мы вас должны. Поэтому, девочки, большая просьба новичкам, особенно новичкам. Когда вы приходите, пожалуйста, вы общайтесь со своим спонсором. Спонсор вас пригласил. Он вкладывает в вас душу. Он вкладывает в вас свое время. Он вкладывает в вас свои силы. Вы, пожалуйста, идите на контакт. Вы просто элементарно на вопросы отвечаете. Ничего сложного в нашем обучении нет. Мы вам даем ролики, вы их смотрите, задаете вопросы. Потом мы вам опять даем следующий ролик и так далее. Обучение пошаговое. Система вся разработана от и до. Понимаете, велосипед изобретать у нас не надо. Он давно изобретен. Просто нужно делать то, что говорит спонсор. А спонсор хочет, чтобы вы зарабатывали. Потому что пока не заработаете вы, не заработает спонсор. Элементарно. Понимаете, у нас бизнес называется попугайский бизнес. То есть мы как попугай. Мы повторяем шаг в шаг, слово в слово то, что делает наш спонсор. Все. Сложного ничего нет. Так, девчонки, ну все, давайте. Пока-пока. Задавайте вопросы. Пишите мне в личку, пишите вопросы под видео. Я думаю, что сегодняшний ролик был вам полезен.